Здравствуйте, друзья! Здесь Деменков Юрий. В предыдущем видео я говорил, что, скорее всего, доллар опустят, потому что... Ну, я приводил ряд целых причин, потому что... Ну, почему это сделают? Потому что, ну, Центробанк, вообще говоря, всесилен. Напоминаю, что доллар в последнее время резко вырос в цене, и на прошлой неделе он вплотную приблизился к 100 рублям за доллар. И в моем прошлом видео я говорил, что это очень удобно считать, там, два нолика закрываешь, получаешь зарплату, с одной стороны. Но, с другой стороны, это повлечет за собой всплеск цен, и накануне выбора в это никому не надо, Поэтому я говорил, что, скорее всего, доллар утихомирит. И я построил опционную стратегию, я ее показал даже в прошлом видео, и сказал, что я прямо вот рассчитываю на падение доллара к рублю. Специально для этого я завел туда 30 тысяч на свой счет на бирже. И давайте посмотрим, что же произошло в результате. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Давайте посмотрим, что произошло в результате сегодня. Смотрите, в пятницу накануне доллар закрылся 99.43. Было очень печально. Сейчас я вам покажу это дело. Четырехчасовой график сейчас я покажу вам на 30-минутном. Вот оно. Вот. Вот оно, 11 число. В начале 11 числа доллар был... Это вот в пятницу, да? В начале 11 числа доллар был 98.74. И я сказал, что он будет, скорее всего, его будут опускать, потому что он накануне очень сильно вырос. Вот. Ну, он уже, так сказать, до этого рос. И, ну, я говорю, вот, ну, ну, не будет он больше, не будет он слишком высоким, так сказать, не дадут ему слишком высоко расти. Тем не менее, доллар продолжил расти. Посмотрите, он пробивает верхнюю границу и уверенно идет вперед. Вот, значит, 98, там 99 и закрывается... Ну, 99.43 был. Здесь, в данном случае, фьючерс. Фьючерс идет вообще по отношению к, как ни странно, к доллару, к курсу доллара уже с дисконтами идет. Потому что уже здесь заложено падение курса. То, что, ну, как бы заложено, что он упадет. То есть, потому что никто не верил, что он будет расти дальше. И я говорил, что это будет, ну, Центробанк сделает свое дело. Каким образом? Ну, Центробанк может повысить ставку, Центробанк может попросить экспортеров просто выкупить, выбросить доллары на рынок. Собственно говоря, там есть масса-масса вариантов. Вот, я был уверен, что в субботу-воскресенье какие-то там встречи проводились. Ну, но в результате, смотрите, сегодня 14 число, понедельник. Да, у меня была стратегия, если вы помните, так сказать, я там накупил опционов ПУД. И ждал, и радовался. Но, к сожалению, мои опционы ПУД, сейчас я попытаюсь показать. Вот, я смотрел, перешагнет или не перешагнет. Вот, я говорил, что у меня дельта минус 9.78 и так далее, значит, что я построил стратегию, я продал доллары и так далее и тому подобное. Причем с таким, с хорошим плечом. Но доллар, тем не менее, вырос. И вот я наблюдал, перешагнет или не перешагнет понедельник. Понятно, что в связи с ростом доллара моя стратегия дала бешеные убытки текущие. И я, тем не менее, верил, что доллар упадет. И напоминаю, что в четверг я туда внес 30 тысяч рублей. И сегодня я туда добавил еще 20 тысяч рублей для того, чтобы, ну, немножечко скорректировать свою стратегию. И вот, посмотрите, что у меня получилось за стратегия. Вот такая штука у меня получилась. Стратегия, то есть у меня раньше была вот такая вот и сюда идет. Дальше я сделал так, чтобы ограничить, если вдруг доллар улетит в космос, то, соответственно, у меня тоже, ну, как бы, эта стратегия будет давать прибыль. Вот, смотрите, вот здесь вот по оси абсцисс, вот тем, кто не понимает, тем, кто не занимался на курсы по опционам, я могу пояснить. Здесь курс доллара, вот эта линия, это 95 рублей за доллар, вот эта линия, это 105 рублей за доллар. Красная линия, это текущая. Как вы понимаете, она была сегодня вот где-то здесь. Вот, то есть, соответственно, если доллар дальше дорожает, то у меня красная линия пошла вверх, то есть моя прибыль идет вверх. То есть вверх это прибыль. Если доллар дешевеет, с большей вероятностью, я считал, моя прибыль должна идти вверх. Вот такую стратегию я построил. И, соответственно, я вложил сначала 30 тысяч, потом еще 20 тысяч доложил. Ну, потому что я рисковал налететь на маржин кол. Вообще говоря, это очень-очень рискованная стратегия. Почему я это сделал? Смотрите. Я, как уже говорил в прошлом видео, я вложил далеко не все деньги. Далеко не все деньги в это дело, на срочный рынок. Более того, я вам скажу так. Как я уже упомянул ранее, значит, доллар растет. Соответственно, моя стратегия приносит бешеные убытки. То есть там из 20 тысяч осталось там что-то там, ну, тысяч там 6 или 7. В моменте оставалось из 30 тысяч. Вот. Соответственно, поэтому я доложил еще 20 тысяч. Но я захожу на свой брокерский счет в личный кабинет брокера. И с удивлением обнаруживаю, что я в плюсе. Вы понимаете? К чему я это клоню? К тому, что не надо класть все деньги в одну корзину. А у меня, на самом деле, на фондовом рынке куплены замечающие облигации. Что такое замечающие облигации? Это облигации, номинированные в долларах или в евро. Что с ними будет? Они выросли. Понимаете? Ну вот, давайте посмотрим за последний месяц. Вот здесь вот раз, раз, раз. Я смотрю, мои активы выросли. Общие. Потому что у меня там, сколько там, тысяч, шесть, наверное, скажем, где-то, сейчас давайте попробуем посмотреть по инструментам. Да, вот она. В облигациях 614 тысяч. И при этом, что это за облигации? Газпромкапитал, облигации в евро. Вот они. Вот столько денег вложено. 380 тысяч. Понимаете, да? Чувствуете разницу? Золото. Еще 106 тысяч. Газпромкапитал в евро. Еще. Значит, это с погашением в 26-м году. Это с погашением в 24-м году. Значит, еще на 100 тысяч. И Газпромкапитал в долларах еще на 70 тысяч. То есть, понимаете, да? 70 плюс 100, 170 плюс 380. Ну, считай где-то под 500 тысяч. И плюс золото. И с падением рубля все это сильно подорожало. И то, что я потерял 20 тысяч, на самом деле с лихвой компенсировалось удорожанием вот этих вот активов. И на самом деле, на самом деле, на срочном рынке я хеджировал эти активы от падения на самом деле. То есть, я не зарабатывал на срочном рынке, а хеджировал. То есть, у меня там сколько? Ну, 30 тысяч рублей вложено, так сказать. Ну, потом еще 20 доложил. То есть, меньше тысячи долларов. А здесь, извините, почти 10. Вот. Ну, если с золотом, то все 10. Понимаете, да? То есть, не кладите все яйца в одну корзину. И на срочном рынке надо рисковать, ну, какими-то совершенно небольшими деньгами. Вот, что я хотел сказать. И давайте вернемся на срочный рынок. Вот он. Доллар падает. Он и дальше продолжает падать еще. Сумма пока увеличивается. Смотрите. Вот сюда вот теперь смотрим. Вот сюда. И мы видим, что сейчас деньги 58 тысяч плюс вариационная маржа 14 тысяч. То есть, у нас получается денег 68, 72 тысячи примерно сейчас на счете. Соответственно, 50 тысяч вложено, 72 тысячи есть. Это получается 22 тысячи заработано, ну, буквально вот четверг-пятница и суббота-воскресенье-понедельник. Понедельник вечером. Мы видим на графике, что до 5 часов доллар уверенно рос. Все говорили, что там за 100 перескочит, не перескочит, перескочил за 100. И я вполне себе ожидал, что будет паника, может возникнуть. То есть, население побежит скупать доллары. А где оно их будет скупать, непонятно. То есть, там, ну, как бы будут несколько в шоке люди. И что, значит, опять их, значит, надули. Потому что зарплата не растет. Зарплата в долларах падает. Цены, понятно, что цены вырастут при этом. И понятно, что, ну, нехорошо это будет к президентским выборам. А с другой стороны, для бюджета, конечно, хорошо. Потому что нефть продается, значит, там доходы бюджета возрастают. Как бы расходы, если в долларах считать на военную операцию, значит, сразу там на 20-30 процентов уменьшаются. Так сказать, никто не собирается ничего индексировать пока в ближайшее время. То есть, об индексации речь пойдет только там месяца через 3-4, например. Вот, ну, как бы, а это виток инфляции, опять же. Ну, короче говоря, я был уверен, что вот примерно как раз и упадет. До 17 часов никаких известий, доллар поднимается вверх, рубль находится практически, ну, как бы, все в тренде идет, в том, которым и было все. Посмотрите, вот оно все так примерно и идет на взлет. Ну, 17 часов. Что происходит? Набиулина выходит и говорит, что на 15 число назначено внеочередное заседание Центробанка, Совета Центробанка. Все. Этого уже было достаточно для того, чтобы доллар скорректировался. Больше ничего. Иначе и быть не могло. Посмотрите, я просто вот, ну, на прошлой неделе, я когда посмотрел, как доллар летит вверх, я говорю, все, ребята, выше 100, а ему не дадут перепрыгнуть. Ну, не дадут. Потому что никому не нужна инфляция, никому не нужен рост цен, никому не нужны волнения социальные. А они будут. Потому что рост цен будет. Не сразу. Через 2 недели, через месяц попрет. Ну, что-то сразу, что-то попозже. Например, вот масло автомобильное сразу подорожало, там еще что-то. Ну, весь импорт подорожал сразу. Поэтому я сказал, что я ставлю на падение доллара. Ну, и вот вы видите, я оказался прав. 22 тысячи на опционной стратегии. Вложил всего 50 тысяч, заработал 22 тысячи. Ну, хороший результат. Вот. Что такое опционная стратегия? Ну, на самом деле, это крайне рискованная вещь. Крайне рискованная вещь. Сейчас я буду фиксировать прибыль. Вот. Если кто-то не понимает, о чем пойдет речь, то, соответственно, я об этом рассказываю на своем курсе по опционам. Курс называется, так и называется. Опционы. Он продается вместе с курсом биржи для чайников. То есть, там от и до. Это записи занятий. Биржа для чайников, значит, полтора месяца я проводил занятия. Три раза в неделю по два часа. И, значит, соответственно, курс по опционам. Это срочный рынок, в общем сказать. Не только опционы, но и опционы тоже. Соответственно, я мог бы заработать, конечно, больше. Но что делать? Как бы, вот. Теперь смотрите. Вот, значит, у меня есть таблица опционов. У меня 18 опционов ПУД куплено со страйком 97. И 10 опционов на данный момент куплено со страйком 96. 96 сейчас центральный страйк. Вот. Пойдет он еще ниже или нет, я не знаю. Но сейчас я хочу зафиксировать вот эту прибыль, чтобы, ну, как бы, чтобы она, ну, по крайней мере, не уменьшалась. Так, 18. Значит, здесь у меня стоит теоретическая цена 1954. Здесь 2000, ну, по 2000 я. Так. 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 1975 уже. О, боже. Так. 1998. Давайте продадим 10 опционов ПУД. Так. Выставил на продажу. Так. И... Это мои. И еще продам. 10. Вот так. Почему я это делаю? Сейчас я вам покажу. Ой. Так. Не то я сделал. Ну, ладно. Вот. Посмотрите. Вот у меня опционная стратегия. Моя. И сейчас у меня, вот она вот, наклон этой кривой очень резко идет вверх. И это значит, что если доллар продолжит падать, то моя прибыль резко начнет расти. Но, если доллар вдруг пойдет вверх, то, в общем сказать, как бы я потеряю все, что я заработал. Поэтому, ну, почему бы не зафиксировать. И наклон вот этой вот кривой, это дельта, параметр дельта. Дельта сейчас минус 16. То есть у меня, как бы, продано в данный момент 16 тысяч долларов. Понимаете, да? Минус 16, это минус 16 тысяч долларов. Теперь, если я эти, вот сейчас 18, там, 18 опционов пут продам, то у меня будет минус 5. То есть 5 продано. И я могу продать, чтобы обнулить свою, это самое, свою дельту. Ну, чтобы не влияло. То есть кривая будет горизонтальная, я зафиксировал прибыль. Поэтому я поставил не 18, а 20 на продажу. Вот, сейчас они все по одной цене. Сейчас я их поменяю немножечко. Сейчас я их поменяю. Смотрите внимательно. Значит, здесь они по одной цене. Я их немножечко поменяю. Вот так. Чтобы их можно двигать по раздельности. Все. Вот они у меня стоят. Мои заявки первые на очереди на продажу. На продажу. Они продаются по более высокой цене, чем теоретическая. Теоретическая цена у меня 1898, а у меня по 1995 продается. Ну, давайте посмотрим вот здесь вот на этот график. Вот он, график стоимости этого инструмента. И смотрите, он вырос с 200 сегодня. Ну, с 500 рублей до 1980 рублей. В 4 раза. В 4 раза за один день вырос инструмент опцион. Понимаете, да? То есть, вот такие истории происходят на срочном рынке. Такие истории происходят на срочном рынке. Сейчас я буду при вас просто продавать это дело. Просто вы будете наблюдать, как это происходит. Ну, а если кто хочет, может научиться. Курс по опционам. Ссылочку вы увидите где там. Вон там, наверное. Вот. Ну, или в описании тоже ссылочку вы увидите, как это делается. Так. Так, давайте посмотрим еще раз. Значит, у нас 1884. Можно до 1950 опуститься. Вот так вот. Вот так вот. Я просто пытаюсь продать дороже, чем теоретическая цена. Это нормально, это хорошо. Так, смотрим, что у нас с курсом доллара. Он продолжает потихонечку опускаться. Так. Еще немножечко опустить. 1900. Так, 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 так. Сейчас, секундочку. Вот сюда вот мы его поставим. Видите, как это делается? Легко просто вот, ну, торговли опционами. И посмотрим, что сейчас будет. Давайте я еще заявочку поставлю. О, боже. Так, а, что-то у меня продалось. Так, что-то продалось. О, посмотрите. Продалось. Тем самым я сокращаю свои убытки, если они будут. И уже минус 8.83 дельта. То есть у меня продано 8800 долларов сейчас. Ну и смотрим, ждем. Вдруг опустится еще. Вот так вот опустим сюда. Все. Продано. Так, сейчас обновим данные. Минус 2.55. Вот такая у меня сейчас дельта. И у меня... Я буду в убытках максимальных, если завершиться к четвергу на курсе 106 рублей за доллар. Ну, как вы понимаете, это вряд ли произойдет. Вот. Ну, а если докатиться до 100 рублей, то, в общем, все мои убытки, ну, минус 5 тысяч. От текущих. От текущих. Вот. Давайте я еще немножечко подниму это дело сейчас. Потому что, да, в общем, зачем мне минус 2.55? Я думаю, что он уже сильно, очень не опустится. И я буду поднимать это дело за счет опционов кол. Так, эти опционы продавать мне не имеют смысла. Они уже 66 рублей. Эти опционы 103 по 91. Сейчас 96. Так, вот они у меня. Опционы кол. Опционы кол. Опционы кол. А вот здесь, кто хочет их видеть и красненьким, это я специально выделил, потому что кто-то хочет их продать по этой цене сотые. По 230. Вот, продать. Давайте мы их купим. Так, хорошо. Погасили это дело. Так. Опля. Кто-то хочет тоже продать. 93. Опционы кол. Я думаю, почему бы мне их не купить. Не хочу. Так. Короче говоря, я пытаюсь поднять вот эту планочку повыше, чтобы у меня убытков уже не было, если он начнет падать. Вот. Ну, если он начнет расти, доллар, то, в общем, чтобы я сильно не потерял. То есть вот эту вот линию я хочу сгладить. Я хочу ее сгладить. Поэтому я покупаю эти опционы. Ну, да, почему бы мне их 3033 продают. Можно купить. Так. Купил один. Давайте посмотрим, что у нас теперь с кривой. Вот она уже. Минус 1.60. Ну, и, наверное, я еще один здесь же и куплю. Куплю. Вот он. 3040. А-а-а-а. Ха-ха. Уже не хотят по той цене. 3030. Уже не хотят. Вот так. Ну, и ладно. Ладушки тогда. Ну, вот такая история у меня получается. То есть минимальные у меня... Вот я потеряю 1900 рублей. Ну, а если он продолжит дальше падать, то у меня, в общем, все хорошо. Все хорошо идет вверх. Вот такая история. На этом я, наверное, завершу. Сейчас лайк, подписка, задавайте вопросы. Я готов обсуждать стратегию. Завтра, я, наверное, опять выйду в эфир. Посмотрим, что будет завтра. Какое будет решение Центробанка и куда пойдет доллар дальше. Но куда бы он ни пошел, я думаю, что выше 100 рублей он уже не взлетит в ближайшее время. Поэтому я надеюсь, что все будет хорошо. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. До встречи. Продолжение следует...